Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не чувствую себя личностью, думаю, это связано с теми же самыми родительскими отношениями, но спрашиваю. Я принимаю себя в разных социальных ролях, там ученица, студентка, дочь, коллега, работница, подруга, девочка, но совершенно не знаю, кто я и как к себе относиться. Развращаю ли я людей, не знаю. Они мне улыбаются, потому что я сказала, что там это смешно, я не знаю, мне вообще кажется, что уровень моего эмоционального интеллекта не дотягивает до моего возраста, мне 23, совершенно не понимаю, как поддерживать долгосрочные связи с друзьями, как перестать устро реагировать на проблемы. Также я ничего не знаю о себе, о кем я хочу быть на самом деле. У меня проблемы в интимном плане, в плане принятия себя. Вообще, я могу себя похвалить, мне все кажется, на зло свое дело. Работа в типографии, но я не могу самостоятельно принимать решение на работе, мне кажется, что я все делаю не так, непонятно, в каком направлении мне двигаться. Правильные ли те эмоции, что я испытываю по тем или иным причинам? Часто я слышу от родственников газлайтинг, эльжи, физические высказывания. Вечно хочу быть хорошим и помогите мне понять, что конкретно со мной не так, если это в ваших силах. Ну, понять, конечно, помочь понять, конечно, можно, только вопрос немножечко в другом, каким образом вам помочь, да? Вот. Ну, то есть, за счет чего вам помочь? Ведь то, что вы описываете, на мой взгляд, довольно серьезно и свидетельствует о том, что у вас много психологических травм, очевидно, и страхов и так далее. И всем конкретно здесь является, что конкретно является здесь проблемой, на мой взгляд, еще только предстоит выяснить в процессе психотерапии, вот, понимаете, какая штука. Поэтому я думаю, что в первую очередь у вас довольно высокие, довольно большие, я бы сказал, требования к себе. То есть, на мой взгляд, вы очень многого от себя требуете. Ну, как бы, оперируя, быть может, позиции родителей, вот, повторяя, быть может, за родителями какие-то, ну, какие-то вещи, какие-то фразы, вот, и так далее. А сами этого не замечая, сами того не замечая и сами в том себе не отдавая отчет. У вас весь текст пронизан требованием действовать правильно, но не так, как вы хотите, по сути. Вы говорите, что ваш эмоциональный интеллект не дотягивает до вашего возраста. Что ж, я могу сказать, что если вы в понятия эмоционального интеллекта вкладываете то, что вы знаете, раздражает тебя людей или нет, или они вам улыбаются, потому что вы сказали что-то не смешное, то нет, это не про эмоциональный интеллект Дарья, а это история про желание предугадать поведение людей и от чего-то себя защитить. Эмоциональный интеллект, он про другое. Эмоциональный интеллект, он про то, что чувствуете вы, про то, что вы ощущаете, вы говорите, я не знаю, как к себе относиться и не знаю, кто я. Правда в том, что вы уже как-то к себе относитесь и вы уже знаете, кто вы, но не признаете, не допускаете, не замещаете этого, в том числе и потому, что вам это не выгодно. Если это случится, если это произойдет, то очевидно, что для вас будут определенные негативные последствия. И вот этих негативных последствий, судя по тому, что вы описываете, вы не хотите. Вы их опасаете. Вы желали бы, чтобы их не было. Этих самых негативных последствий. Что это за негативные последствия нужно смотреть. Возможно, повышенная конфликтность с людьми. Вы же говорите, что хотите быть хорошей. Если вы заметите, как вы относитесь к себе, если вы заметите, кто вы, хорошей быть не получится. По крайней мере, в этом контексте, ну, не получится. Потому что не все будут довольны тем, как вы действуете, как вы себя позиционируете. Не все будут этим довольны. Далеко не все. И в таком случае от идеи того, что можно быть хорошей, вам придется отказаться. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот такая история. Вот здесь, на мой взгляд, работает история психологической защиты. А именно вытеснение. Вот. Вы просто вытесняете то, что вам не выгодно. Вот. Дальше. Как поддерживать долгосрочную связь с друзьями? Опять же, почему это проблема и почему это не получается естественно. Вот в чем основной вопрос. Что мешает этому происходить и протекать, если угодно. Ну, самим собой естественным образом. Что мешает этому? Опять просто. Требования к себе. Страхи. Требования к себе. И отсутствие контакта с собой. Плюс. Плюс. Негативный опыт. Переживаний. Деструктивных. Которые у вас есть. Очевидно. Да. Это вот. История, которая. Сильно вас гложет. Ну, в данном случае. Вы пишите. Значит. Как поддерживать долгосрочные связи с друзьями. За счет интересов и общих впечатлений. Как представить остров и играть на проблемы. Смотреть, чем вас они задевают. Я ничего не знаю о себе. Кем хочу быть на самом деле. Ну, я бы сказал, что кем человеку быть на самом деле. Не знает много кто. Много кто. Вы здесь. В этом плане. По крайней мере. Не одиноки. Вот. Ну, в плане. В плане того, что не знаете кем вам быть. Вот. В этом смысле вы не одиноки. Могу вас в этом заверить. Могу вас уверить. Что довольно мало людей вообще. Знает кем они хотят быть на самом деле. Вот. Но. Вы говорите о том. Что. Ничего о себе не знают. Это. Довольно. Интересно. Довольно интересно. Что. Вы говорите. Что. Ничего о себе. Не знают. Я вот. Хотел бы. Спросить вас. А чего именно вы о себе не знаете. И если вы. Чего-то о себе не знаете. То. Что вы знаете. В таком. Ну. В таком. Ну. В таком случае. Что вы знаете. То есть. На что. Грубо говоря. Опирается. Вы сейчас опираетесь. Возможно. На. Мнение других. Ну. Возможно. Вероятно. Вы опираетесь на мнение других людей. И если так, если вы опираетесь на мнение других людей, то, конечно, отказываться от этого довольно-таки болезненно. Болезненно, страшно. Я вас прекрасно понимаю, но всё же, вот всё же, я думаю, что что-то вы о себе всё-таки знаете. Только пока что, как мне кажется, вы это скрываете. Ну, наше ВБЖ помочь вам это раскрыть. Дальше. Вы пишите. Я себя не принимаю. Почему? Что самое не так? Откуда вы знаете, что вы всё делаете не так? Откуда? Видите, у вас довольно много обесценивающих тенденций есть. Но их корень, откуда он? Сейчас я слышу от родственников газлайтинг и эджитские высказывания. Лично я хочу быть хорошим. Помогите мне понять, что конкретно не так. Пока что я вижу много зажатых чувств, много подавленных чувств у вас. Пока что. Пока что. Пока что. Вот. Я бы сказал, что проблема заключается в этом. В том, что у вас много, очень много подавленных чувств. Может быть даже злостые. Вот. Вот. Ну, может быть. Подавленные. Вот. 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 Но опять же. Опять же. Я не знаю. Это сейчас больше история про мои предположения. Вот. Вот. То есть. Ну. Тут. Нужно смотреть. На мой взгляд. А. Значит. Ну. Пока. Пока. Или нет. Вот. Если это парк. Если это парк. Если это. Если это парк. действительно так. То это один на один момент. Если это не так. То вот. Другой. Ну. Другой момент. Вот. Ну. И конечно. Нужно больше информации. Вот. А вас. Конечно. Нужно. Вот. Как-то так. На мой взгляд. По крайней мере. В этом все. Я надеюсь что помог вам. А. Дело не в том что с вами не так. С вами все так. Дело в организации вашей жизни. Дело в организации вашего жизненного пространства. Личных границ. Личного пространства. Дело в личных границах. То есть. В ограничении себя от. А. Ну. От других людей. То есть. В частности. От. А. Своих родителей. Например. И так далее. И. На мой взгляд. Это ваша. Основная задача. То есть. Вам нужно заниматься. Психотерапией. Вот. Прорабатывать детско-родительские отношения. Если они для вас травмирующие. Ну. Еще и. Озаботиться. Собой. Озаботиться. Озаботиться. Собой. Ах. Ммм. Формирование на себя. А. Для этого нужен. Ресурс. И среда. Для чего и нужно работать с личными границами. И так далее. То есть. Сепарироваться. Например. От. Родителей. Хотя бы психоэмоционально. Эмоционально. Если нет возможности. Там. Грубо говоря. Ну. Если нет возможности. Делать это. Вот. Физически. Понимаете. Да. Понимаете. Понимаете. В чем идет проще. На этом все. Буду благодарен вам. За. Обратную связь. По моему. Ответу. Это позволит вам. Начать над собой работу. Вот. Всего самого доброго. И удачи. Музыка. Музыка. Я вам snowball professional общ alongside. Музыка. Это вот. Музыка. Музыка.